Привет! Буду вам рассказывать, как я обычно снимаю видео. Мне очень хотелось этим поделиться. Мне очень интересно было бы от других блогеров послушать, как у них это происходит, потому что, конечно, ведение канала и съемка самих видео – это тоже очень творческий процесс. Надо продумывать, как установить камеру, как и что говорить, в каком ракурсе, как сесть. У всех очень разное оснащение, разный подход. Снимать только днем или вечером. И я хочу просто с вами поделиться, как для себя я придумала организацию съемок своих видео. Хочу начать с того, что процесс этот у меня упрощен очень-очень сильно, потому что я ищу способы, чтобы вести канал, но сильно не напрягаться, очень много времени не тратить на съемку. И вот делюсь именно в режиме такого обычного общения вместе с вами. Никогда в жизни я видео не переснимала. У меня, может быть, было всего несколько раз, когда я начинала что-то диктовать и запиналась, и буквально тут же останавливала. Но это каких-то там 30 секунд. Ну а сейчас я начала пользоваться программкой iMovie на своем айфоне. И, соответственно, у меня обычно, если я начинаю запинаться, я сразу останавливаюсь, сразу обрезаю, где мне нужно, и начинаю с этого момента опять говорить, как ни в чем не бывало. То есть такие кусочки получаются. Очень многие видео я снимаю прямо на самой этой программке. Не очень многие, а почти все. На программке iMovie и я вот продумываю все вот эти кусочки, которые хочу я собрать воедино. И прям вот эти кусочки постепенно добавляю, добавляю. Даже есть вот некоторые видео, допустим, насчет моей новогодней игрушки. И когда у меня происходит какой-то отшив или какое-то изменение в оформлении этой игрушки, я снимала такие маленькие вставочки прямо на самой программке iMovie. Не то, что я снимаю это на камеру, потом переношу на программку iMovie на своем телефоне. Нет. Все мои видео снимаются на телефон. В этой программке у меня обычно идет даже несколько сразу видеосюжетов, которые я постепенно добавляю. Потом в конце я трачу время на то, чтобы, допустим, отрегулировать голос. На этой же программке, когда идут съемки, это все в стопроцентном звуке идет. Но я в самом начале, когда снимала, я обнаружила, что когда я просматриваю свое видео на YouTube, на компьютере, мне реально, меня совершенно не слышно. То есть у меня вот звук, который идет от моего компьютера, он очень тихий, хотя здесь все стоит на максимуме. Но вот мои видео мне слышались вообще очень-очень тихо. Но вот программка iMovie дает мне возможность вот этот стопроцентный звук превращать в 500%. То есть в 5 раз увеличивать. И я всегда его увеличиваю на максимум. То есть делаю это тоже все по ходу. Вот сняла я этот сюжет на 5 минут, на 10 минут, на 30 минут. В зависимости от того, какое у меня видео. Я тут же останавливаюсь, обрезаю начало, если мне нужно, обрезаю конец, обрезаю, может быть, какую-то часть в центре. И увеличиваю звук на 500%. И дальше снимаю какую-то другую часть. Либо на этом останавливаюсь, либо добавляю какую-то фотографию прям тут же. Иногда бывает так, что я хочу вставить фотографию. И я делаю либо скриншот со своей предыдущей фотографии. Либо, может быть, с интернета могу сделать скриншот. Сформировать это видео и сразу тут же вставить его в этом же видео. Либо прямо в реальном времени могу опять в программке iMovie выбрать камеру. Именно фотокамеру сделать здесь снимок. И как бы все вот это вот у меня идет одним таким сюжетом. И мои 30-минутные видео, которые в среднем у меня как бы снимаются. Иногда даже часовые видео. Обычно я снимаю, ну, может быть, 30-минутное видео я снимаю где-то 45 минут. Потому что где-то останавливаюсь, прекращаю, добавляю, потом вырезаю что-то, форматирую, добавляю фотографии. Ну и монтировка у меня занимает, может быть, от 15 до 30 минут. Итого на видео, которое 30 минут, у меня больше часа не тратится. То есть я упростила как можно больше этот процесс. Обычно продумываю то, о чем я хочу болтать, то, что я хочу рассказывать. Если продумала недостаточно, поэтому я все это снимаю в виде таких коротких видео по несколько минут. Либо длинные видео, которые я потом обрезаю и добавляю что-то по ходу. Очень многие видео сейчас я начинаю снимать в течение недели. Я вот сняла одну часть неделю назад, потом в течение недели там что-то добавила. И потом еще что-то добавила и сделала такое заключение. Потом, допустим, если у меня это произошло, мне хочется в начале этого видео сделать такое вступление. О чем же видео будет? Опять я в этой же программке iMovie проматываю все это вперед и делаю такое вступление, что это видео будет о том-то, будет то-то и то-то происходить. Вот я снимала видео, смотрите. То есть в программке iMovie я очень довольна. На айфоне это идеальный вариант. Качество камеры на айфоне меня устраивает. То есть я пользуюсь камерой и та, которая с лицевой стороны, и та, которая с обратной стороны. С обратной стороны, естественно, камера лучше, с лицевой немного меньше разрешения. Но, ну и ладно, не надо рассматривать все там детали на моем лице. Пусть разрешение не очень такое, отлично, но зато мне нравится снимать с лицевой стороны, потому что я сама себя вижу. И я вижу, что я по центру, что я не вот так вот где-то там, а что или так. Нет, я вот сама себя вижу. Естественно, мне уже попросили меня смотреть в камеру, смотреть прям на вас, потому что у вас появляется ощущение, что я именно с вами общаюсь, я смотрю на вас. Но мне так сложнее. Мне нравится смотреть именно на лицо, в данном случае на мое, потому что у меня ощущение, что я общаюсь с человеком. У меня, я не телеведущая, не звезда, не актриса. Я не могу смотреть в камеру и чувствовать, что там вот за этой черной точкой реальные люди. А когда я смотрю на человека, естественно, на себя, у меня есть ощущение, что я общаюсь с человеком. Потому что я вижу эмоции, я вижу мимику, я вижу движение. Поэтому мне так общаться легче. Буду стараться, хотя у меня не получается смотреть в эту черную точку. Я отвлекаюсь, я тогда не могу быть естественной. Поэтому, ну как есть, так есть. Да, я немного смотрю всегда в сторону, не смотрю на вас. Но мы на ютюбе общаемся. Мы не актеры, которые этому научены так себя вести. И, в принципе, я этому учиться не хочу. Я хочу, чтобы было какое-то такое общение, которое, в принципе, мне доставляет такое же удовольствие снимать это видео, как и вам смотреть. Если я это делаю непосредственно, и появляется ощущение, что я реальна. А когда я буду смотреть в черную точку и циклиться на том, что я вот сейчас, как актриса, перед вами позирую, я концентрирую совсем на других мыслях. И мне кажется, в моем личном случае это получается неестественно. Кто-то, может быть, уже научился это делать. Я не научилась. Так что я все равно общаюсь с вами. Даже я не смотрю вам в глаза. Но общаюсь-то я с вами. Видео я снимаю для вас. Это мой видеодневник, где я с вами делюсь. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Вот. Ну, а так я еще в этом видео хочу ответить на такой тег. Это, наверное, мой первый тег, который вообще в жизни делаю. Тег состоит из четырех вопросов. Это Настюша Гончарова. Она тоже как бы задавала эти вопросы. И этот тег был о том, как происходит съемка самих видео. То есть в этом видео я просто расскажу, покажу, как у меня это происходит. Ну и в конце я отвечу на вопросы этого тега от Настюши Гончаровой. И я вот буду вот в реальном времени показывать, как я это снимаю. Я сейчас возьму свой телефон и буду ходить по комнате и показывать, как у меня вообще сами эти съемки происходят. То есть вы это увидите не так, как обычно вы смотрите, а вы увидите с моей, с моего ракурса, как у меня происходят съемки, организация. И покажу, как я занимаюсь освещением, какие у меня подставки для съемок есть. Все очень так, очень просто, обычно, дешево, но сердито. Потому что мне это кажется удобным. Я с вами поделюсь. Вот так вот я и живу. Вот в этой комнате проходят все мои съемки моего видео. Квартира у меня одна спальня. То есть в Америке это называется one bedroom или two bedroom. Зал и кухня не считается. Вот, допустим, в моем случае зал и кухня это одна комната. Спальня там сделана вот так. Вот из-за того, что нет отдельной двери, эта квартира считается студией. Есть вот эта замечательная стена, которую я просто обожаю. Это кирпич, естественно, декоративный. Но зато все равно классно. То есть вы меня всегда видите вот на этом ракурсе. А я вас вижу вот с этого ракурса. Давайте я вот сейчас сяду. И вот так вот у меня выглядит мой рабочий такой стол, где я и занимаюсь, и снимаю видео, и вышиваю. То есть я вот с этого ракурса сижу на этом кресле, облокачиваю свою вышивку сюда, смотрю на компьютере какие-то видео, смотрю на своей таблетке видео. Вот здесь у меня деревянная подставка. Это подставка для книжек. Я иногда свою таблетку могу убрать, допустим, сесть вот так вот на диван, начать вышивать. Давайте я вам покажу вот эту прелесть, которая сейчас в силвауте. Давайте я вам прям покажу. Все, киса спит. Смотрите, даже я разговариваю, я подошла, ее это совершенно никак. Сейчас не волнует, она все. То есть я могу сидеть на этом диване, тогда я на свою подставку ставлю свою таблетку. Таблетка у меня очень такая, так скажем, мягко-допотопная. Сейчас она мне служит только как экран для просмотра YouTube. И даже я ставлю лайки. Я смотрю Netflix иногда по ней, слушаю аудиокниги. То есть у меня это как маленький телевизор. Больше ни для чего она мне уже не служит, потому что, ну, старенькая. Эта таблетка мне очень много отслужила. Я когда начала готовиться к своим экзаменам, это было лет пять назад, тогда я ее и купила. И я с ней и днями, и ночами читала по ней книжки, делала вопросы. То есть она мне отслужила верную службу. С ее помощью я сдала все свои экзамены, поступила в ординатуру. Если вы видите, у меня там мой знаменитый шкафчик, который у меня вот так вот стоит. И здесь разложены все мои процессы. Я именно так для себя это все организовала. Вот этот мой волшебный шкафчик внизу, где мои будущие новогодние игрушки и заготовки. Здесь у меня одна полочка уже находится вот тут. Я ее вышиваю. Сейчас это мой винный натюрморт. Почему-то ни с того ни с сего я достала тоже свой вот этот набор. И там по одной ниточке, может быть в два дня, я и его вышиваю. Не знаю, потому что, наверное, мне синих цветов не хватает. Но винный натюрморт мне реально осталось вышить совсем чуть-чуть. Вот эта вся организация это моего винного натюрморта. С машины я принесла свою вышивку. Это вот это вот дерево осень абстрактное. Я не буду пока ничего про это говорить. Я чуть-чуть его повышивала на работе. Но я его вышиваю только, когда езжу в такой далекий госпиталь, потому что туда надо подальше ездить. И там парковка прям рядом с самим госпиталем. То есть там выходишь из госпиталя и сразу стоит моя машина. И поэтому я даже в обеденный перерыв выхожу в машину. Я быстро что-то ем и вышиваю одну ниточку. А когда я в госпитале здесь, который рядом со мной, парковка там далеко, надо туда идти через всякие переходы. Соответственно, там, когда я в этом госпитале, я не вышиваю вообще в течение своего рабочего дня. Ну а в офисе у меня очень много людей, другие студенты, врачи приходят, уходят, другие ординаторы. Не хочется мне при них садиться и начинать вышивать. Для меня вышивка – это что-то более такое очень личное. Вот так вот выглядит мой дом. То есть у нас идет с вами такое общение в режиме реального времени, можно сказать. То есть вы видите сейчас все, что происходит у меня, моими глазами. Сейчас хочу побольше остановиться на своих держателях. Помимо моих рук, которые я использую сейчас, я вам буду показывать те держатели, которые я использую для общения с вами и для съемок. Самый мой первый держатель. Посмотрите, вот такая вот штучка. Здесь, посмотрите, как я это приспособила. Для того, чтобы передвигать вот эту конструкцию, я это все установила на такую толстую-толстую книжку. Ну, как вы сами понимаете, я ее читаю редко. Это пока еще та специализация, которая будет у меня позже. Но книжка есть, соответственно, я ее сейчас не читаю. И вот такое применение она у меня нашла. Она тяжелая, соответственно, она хорошо держит этот зажим, когда на нем есть телефон. Этот зажим я покупала на Амазоне. То есть это просто холдер для телефона. Этот холдер используется для машины. Вот, допустим, здесь такая силиконовая поверхность. Она очень липкая. И все это обычно вот так вот ложится. Здесь защипляется, зажимается. Вот эта штучка очень гибкая. Я могу ее приподнять, но сейчас я не буду этого делать, потому что у меня одной рукой это невозможно сделать. Это, видимо, какой-то такой материал, провод из легкого металла, как алюминий. То есть он туго, но он разжимается. И он все равно очень жестко держит форму, но его можно менять. То есть вот этот зажим я могу приподнять в этом направлении. То есть наклонить сюда, вправо, влево. Здесь вот так вот это крутится. То есть вот такой вот у меня держатель. Самый первый, с которым я начинала снимать все свои видео. И в принципе, он до сих пор у меня самый основной. Еще сейчас расскажу, как у меня это иногда бывает. Допустим, когда мне хочется с какого-то другого ракурса начать снимать. Если мне кажется, что я хотела бы вот этот держатель немного повысить, и чтобы снимать немного так сверху вниз, я обычно для этого использую какие-то дополнительные книжки. Несколько книжек могу составить вместе. Либо вот такие вот коробочки. То есть я их тоже показывала, покупала. На эти коробочки могу поставить держатель. Вернее, эту книжку и наклонить тот держатель сверху вниз. То есть с помощью дополнительных книжек или дополнительных поверхностей я повышаю или понижаю свою съемку. Все очень, так сказать, креативно. Иногда вот я снимала видео, где я снимала вот эту поверхность своего стола. И я могу с этой стороны снимать. Допустим, я когда гладила своего петушка, могу снимать вот с этой стороны. Когда я делала съемку, где я показывала свои китайские наборы, самые-самые первые видео о моих покупках, с этой стороны я снимала все это вот так. Как у меня все это делается. Вот есть моя такая знаменитая обычная табуреточка. Еще раз повторюсь, все очень креативно. Я эту табуреточку ставлю на этот стол. Сюда ставлю свою книжку с этим держателем. И вот так идет у меня съемка. То есть и того все это выглядит вот так вот. Ну в общем как есть, так и показываю. Рассказываю всю подноготную своих съемок. То есть эта табуреточка у меня тут находится. Иногда там надо что-то вверх положить. Иногда если кто-то приходит, такой дополнительный стульчик. Он маленький, много места не занимает и очень удобный для всех разных целей. И чтобы посидеть и чтобы видео снять на YouTube. И чтобы куда-то подняться. Так что табуреточка у меня нашла очень такое хорошее применение. И создает такую съемку высокую сверху вниз. И можно здесь вот что-то раскладывать и снимать. Потом покажу свои совершенно недавно сделанные покупки. Это еще вот такой вот держатель. Я это все купила на сайте Aliexpress. Давайте сейчас буду показывать со стороны как этот держатель работает. Поменяю ракурс. Здесь почему я его купила? Иногда мне хочется снимать вот в таком вот виде. Допустим показывать что-то вам прям сверху вниз и двумя руками двумя руками что-то это делать. Соответственно я камеру устанавливаю вот так и одной и другой рукой могу вокруг этого держателя он слишком не загораживает мне ракурс. Я могу что-то сама делать и при этом вы прекрасно тоже будете все видеть. есть такой держатель я купила недавно мне тоже в принципе я пока им только начиная пользоваться его можно по-разному устанавливать здесь тоже гибкие такие вот штучки сам этот держатель можно здесь вот такой болтик этот болтик можно наклонять в разную сторону естественно это не очень такая стабильная конструкция надо всегда находить такой баланс чтобы все и не упало но цена этому держателю была меньше 5 долларов соответственно я решила ну почему бы нет все очень прикольно классно и для той цели для которой я купила там 3 доллара шикарная цена еще показано что можно такую съемку из-за вот этой гибкости можно даже на ветку цеплять на трубу цеплять и все это будет хорошо сниматься здесь из-за вот этого шурупа его можно наклонить где-то наверное 200 градусов и здесь это все закрепить потом для разных размеров телефонов здесь вот есть такой способ вытягивать этот верхний держатель но мой айфон у меня он такой большой айфон 6 класс он очень большой сюда он тоже помещается он очень туго сюда встает но встает шикарно то есть для даже большого телефона это все подходит вот это еще один держатель ну и совсем моя последняя покупка тоже который я сделала на алиэкспресс но я приценивалась на разных других веб-сайтов начинаю я всегда с амазона и я купила еще вот такой вот конструкцию объясню как я пользуюсь то есть вот смотрите это такой зажим он цепляется на поверхность вот я сейчас вам покажу вот этот зажим здесь такая пена бумага сверху и снизу для для того чтобы очень так плотно сидела на любой поверхности то есть на поверхность стола в моем случае на поверхность вот этого каунтертопа который я использую как рабочий стол всегда я здесь почти никогда не кушаю то есть у меня этот стол реально для занятий для всяких таких дел по центру комнаты он стоит но все равно очень удобно я здесь вышиваю свое последнее одно из последних видео где я показывала как я вышиваю у меня там я я это назвала станочком то есть вот этот держатель я назвала станочком и соответственно у меня люди спрашивали о покажите свой станочек вы его не показали я не говорила о станочке о вышивке я говорила о станочке для съемок то есть я все равно продолжаю вышивать облокачивая на стол и облокачивая себе на колени так вот сажусь в таком виде и вот такой держатель вот смотрите здесь такой очень креативный провод такой толстый 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 опять же я его одной рукой сейчас не смогу ничего скрутить потому что опять же конструкция такая недорогая есть такие держатели за 30 долларов можно купить но этот опять в районе 10 долларов даже дешевле может быть за 8 долларов я его купила и соответственно самые такие хрупкие места это вот здесь вот и вот здесь вот все это пластиковое но когда я нахожу нужную себе нужное себе положение я обычно двумя руками сгибаю именно провод и не даю никакого давления как бы вот на это слабое место и на это слабое место чтобы ничего у меня не сломалось естественно я понимаю это не вечный будет такой холдер для держатель для телефона но на данный момент он мои нужды оправдал стоит дешево сердито пока меня все устраивает буду продолжать пользоваться ну а так вот в таком ракурсе я могу все это установить и когда я ложу когда я ставлю сюда телефон смотрите вот так вот телефон раскрывается вернее этот зажим раскрывается ставлю я телефон обычно телефон я укрепляю так чтобы экран был сверху экран был перед моим лицом и я могу видеть что видите вы то есть очень удобно могу и телефон и перевернуть то есть можно и вот таким вот зажимом и пользоваться как я пользуюсь вот этим телефоном и таким же зажимом пользоваться как я купила себе вот этим пользоваться то есть этот провод тугой можно менять и допустим делать такую съемку чтобы вот двумя руками что-то делать а телефон будет держаться здесь единственное я все-таки купила несколько разных держателей только для того что сам вот этот провод я не хочу очень часто его гнуть это всегда занимает какое-то время чтобы это положение настроить поэтому вот у меня несколько моих любимых положений для одного положения я буду использовать этот держатель для другого вот этот и для другой съемки вот такой вот держатель ну конечно такие креативные моменты как табуретка или дополнительное количество сложенных книжек или какие-то дополнительные подставки это уже будет добавляться по ходу в принципе как мне захочется ну если уже совсем захочется что-нибудь такое придумать у меня всегда есть две руки одной я могу махать и вам что-то рассказывать а другой снимать и показывать что мне происходит а происходит у меня привязательно что-то вот такое и закончу все демонстрацию всех своих способов мне еще хочется рассказать естественно о свете потому что снимать утром днем это естественно только суббота воскресенье и только тогда когда я не на дежурстве а так я для себя конечно нашла способ съемки вечера в такие сумерки или когда на улице непогода и дневного света недостаточно у меня есть вот такая вот лампа она очень такая модерновая но свою функцию она просто выполняет шикарно то есть она тоже вот так вот крепится на стол здесь такой зажим вот вот она прям тут так устанавливается здесь давайте я вам покажу она меняет свое положение она в таком интересном стиле конечно не очень эстетически красивом но все равно в моей квартире мне кажется она смотрится неплохо потому что функциональность у нее шикарная здесь есть лупа именно поэтому я ее покупала здесь есть вот такая вот лампочка она очень очень яркая и она когда я там что-то делаю она мне освещает полностью весь стол а если я хочу вышивать я могу ее вот так вот нагнуть вот так вот нагнуть вот так вот сесть вот смотрите я вот так вот сажусь и эта лампа прям надо мной может вот так вот сесть лупой я не пользуюсь потому что ну я вышиваю на 11 на 14 конве ну кого мне смешить там такой каунт что можно с одним глазом вышивать так что лупой пока я не пользуюсь но сама вот эта функциональность этой лампы она классная поэтому когда я веду какие-то съемки в вечернее время я освещаю себя свою комнату свою поверхность такой лампочкой еще есть у меня вот такая вот лампа она очень яркая то есть она делает такой хороший рассеянный свет вверх и хороший рассеянный свет вот с помощью такой вот тоже гибкой поверхности очень часто я ее использую тоже для вышивки сажусь освещаю свою рабочую поверхность на вышивке и как бы вот так вот вышиваю из-за того что здесь такая вот лампа матовая свет очень приятный глазу он не яркий он меня не ослепляет а снизу выходит такой яркий свет который хорошо освещает мне мою вышивку или какой-то другой рукоделие когда я снимаю видео в вечернее время я обычно сижу вот так вот в центре этого стола смотрю туда ставлю свой держатель куда-нибудь сюда но обычно это вот это моя книжка камера смотрит на меня я включаю свет вон там вот наверху чтобы осветить эту комнату включаю свет вот здесь вот чтобы осветить комнату чтобы сделать то есть это когда дневного света вообще нету включаю одну лампу с этого ракурса включаю другую лампу с этого ракурса включаю вот этот дневной свет и включаю свет вон там вот у себя в коридоре сейчас конечно при дневном свете это вообще не имеет разницы но здесь такие хорошие три лампочки и когда они горят они горят очень ярко они хорошо так освещают вот эту стену и как бы такой хороший приятный свет в ночное время идет оттуда то есть свет мне кажется очень важен иногда конечно мне хочется снять какое-то такое болтливое видео где вот хочется создать такую уютную обстановку где в принципе вам не особо надо меня видеть а просто я с вами вышиваю и в каком-то таком полумраке с вами о чем-то болтаю то есть в этом случае я тогда не освещаю всю эту комнату себя там со всех сторон то есть со светом я так себе придумываю но вот это те вообще способы освещения которые я использую все это вам я рассказала показала давайте я сейчас отключу этот свет он тут не нужен что еще рассказать в принципе наверное все сейчас буду отвечать на вопросы Настюшиного тега до следующего включения ну теперь вы все обо мне знаете о том как идет съемки моего видео все идет в принципе по ходу в режиме реального времени такие вот короткие включения очень редко я переснимаю рассказала все рассказала открыла все свои секреты не пользуюсь я никакими камерами у меня камер нету я опять же я нашла такой способ минималистический я для себя решила я особо не не занимаюсь фотографии увлечением соответственно мне какие-то крутые фотоаппараты или камеры не нужны для меня это какой-то дополнительный прибор которым которым я буду очень редко пользоваться все что происходит в моей жизни какие-то фото или видео я все это снимаю на телефон вот я потратила деньги купила один телефон и он просто мой незаменимый друг и товарищ я и на нем и ютюб смотрю я и на нем какие-то записи делаю для своей учебы я слушаю видео лекции я записываю аудио лекции допустим для своего обучения я как бы ищу такие новые способы для себя как я обучаюсь иногда даже чтобы себя как-то систематизировать я делаю прочтение какого-то материала на английском языке со своих книжек это мне помогает в том чтобы произносить вот эти английские слова медицинские потому что чтение медицинское на английском у меня конечно еще страдает по сравнению со всеми американцами с которыми я учусь у них проблем с языком нету у меня проблемы с языком естественно есть я иностранка и среди других иностранцев из Ирана из Ирака из Арабских Эмиратов из Пакистана из Индии они на английском общаются вообще без проблем конечно у них есть акцент но проблем с языком у них вообще нету а у меня есть и таким способом я тоже вот читая книжки вслух записываете аудиолекции себе я нашла такой способ обучения для себя и это меня систематизирует и я говорю в общем телефон у меня такое вот глобальное место в моей жизни в моем рукоделии занимает моем обучении поэтому дополнительно какие-то камеры искать я не хочу это какие-то дополнительные приблуды которые только усложнят все а я все упрощаю все должно быть просто легко я всегда как бы для себя для всего ищу способ отличной отличной организации какого-то процесса либо учебного либо вышивального чем лучше организован процесс тем меньше ты тратишь время на то чтобы подготовиться и начать и тем быстрее идет работа поэтому так же и в съемках видео телефон все мои нужды оправдывает именно им я и пользуюсь сейчас хочу начать отвечать на вопросы из тега который задала и сделала Настюша Гончарова такой маленький тег но очень прикольный мне кажется у меня была идея о том чтобы вам рассказать что и как происходит и мне кажется этот тег как раз будет отличным отличным дополнением тег Настюши называется моя семья и youtube первый вопрос из-за съемок видео вы меньше стали уделять времени своей семье или нет скажем так из-за того что у меня в семье произошли кое-какие изменения и получается так что мы сейчас с мужем живем на две квартиры на два штата то есть я больше времени провожу одна чем с ним и у меня появилось больше свободного времени и чтобы заполнить свое свободное время именно поэтому вы меня так часто видите изменятся обстоятельства изменится и моя активность на ютюбе я это знаю я это понимаю потому что ведение канала занимает очень много времени пусть даже это какой-то час на съемку видео час-полтора часа на съемку видео но это в моем случае потому что я люблю поболтать и мне намного сложнее как-то вот придумать как обрезать видео и как сказать за три секунды то что я хочу сказать за три минуты за пять минут чем вот сесть и просто болтать так у меня как-то это происходит непринужденно я ни о чем не заморачиваюсь с первого раза все снимаю поэтому такие длинные видео мне снимать намного проще чем обдумывать и планировать как снять короткое видео и изложить там красиво все что я хочу изложить у меня такой подход мне разные подходы нравятся это просто должно быть естественно если у человека естественно получается за пять минут снять какое-то шикарное видео где можно и посмеяться и пообщаться и все рассказать обожаю такие видео если особенно такие пятиминутные коротенькие видео помещаются в плейлист у человека где я могу включить самое последнее видео и этот плейлист начнет пролистывать последнее предпоследнее и так далее я могу просто все равно все эти видео просматривать так что я всему рада всему довольна но у меня именно так болтаю много пусть будет поэтому меньше времени своей семье я не уделяю так получилось наоборот что семья уделяет мне меньше времени из-за того что так складываются наши финансовые возможности и наши требования на наших разных работах именно поэтому чтобы это время заполнить я занимаюсь ютюбом второй вопрос помогают ли ваши родные или близкие в съемках видео нет не помогают потому что съемки видео это все равно такой вот творческий индивидуальный процесс где мне помощь не нужна мне хочется опять же сделать то что я хочу муж шикарно относится к моему ведению канала потому что он занят на работе я занята на своей учебе и он знает что меня хобби очень сильно увлекает вышивка ведение канала это тоже хобби он знает насколько я могу заниматься какой-то деятельностью и полностью ей отдаваться и посвящаться ну соответственно если я рада жена рада жена всем довольна не скучает когда муж работает в другом штате ну в принципе одни плюсы но мои близкие мне в съемках не помогают как бы моя сестра мои племянницы они тоже живут здесь рядышком ну как бы все равно для меня съемка видео и ведение канала это индивидуальный процесс и мне в принципе помощь не нужна я говорю это мой видеодневник и его просматривают только те кому это интересно естественно если человеку вышивка неинтересна соответственно ну он не будет меня смотреть я говорю в том числе о своих близких они не просматривают все мои видео за исключением моей мамы с папой они просматривают все подряд ну и еще моя свекровь это мама моего мужа она как бы тоже просматривает они потом с моей мамой все это обсуждают что да как и в чем я была одета и о чем я говорила и что у меня в комнате то есть для них это тоже такое развлечение все довольны третий вопрос мешают ли ваши родные или близкие с съемком видео не мешают только киса опять же я уже сказала почему не мешают потому что я этим занимаюсь в свободное время свободного времени у меня сейчас много вот я сижу и сама с телефоном болтаю поэтому вот киса у меня обычно с таким видом на меня смотрит здесь же никого нет с кем ты болтаешь поэтому она так и подходит ты ты со мной болтаешь ты же со мной болтаешь ну а болтаю я с камерой так что все происходит это у меня в полной тишине в минуты моего такого безделья но меня это отвлекает меня это забавляет съемка такого видео поэтому вы все наблюдаете за этим процессом моей такой забавы и четвертый последний вопрос бывает или было ли у вас такое если вам нужно приобрести что-то для съемок своего видео для монтажа вы не купите что-то своим родным или близким не считая подарков не бывает потому что опять же на съемки своего видео я ну потратила наверное меньше 20 долларов за все вот эти вот держатели и подставки для монтировки я никогда ничего не покупала потому что опять же меня моя племянница научила и она мне подсказала что есть обычная программа уже предусмотренная для айфона iMovie и она мне там показала и объяснила несколько каких-то таких моментов ну а потом я уже начала сама пользоваться с каких-то самых простых вещей а потом дальше больше и я просто сейчас все делаю этой программкой iMovie ну меня устраивает не буду больше заморачиваться я не настолько придирчивая чтобы прям как бы улучшать качество съемок мне кажется за счет продуманного заранее освещения можно как бы улучшить эти моменты поэтому опять же я все упрощаю где-то получается темнее где-то получается что-то грохнуло бахнуло где-то вот эти посторонние шумы потому что у меня иногда включается кондиционер и начинает этот вот этот звук этот есть но все равно звук моего голоса громче поэтому если вы слышите какой-то посторонний звук то вы просто делайте звук потише и вот это уйдет я не буду по этому поводу заморачиваться мне хочется чтобы было все просто приятно мне лично бы такое нравилось смотреть все что я делаю на своем канале я делаю это так как я бы получала удовольствие смотреть это у других блогеров мне нравится смотреть в лицо мне нравится видеть человека мне нравится видеть его эмоции не важно он молодой пожилой худой тощий полный мне просто хочется лица бывают разные красивые хочется смотреть на их мимику и в этом и заключается красота и естественно я стараюсь хорошо выглядеть перед вами но не слишком то есть слишком по этому поводу не заморачиваясь вот как я выгляжу в повседневной жизни быстро-быстро у меня все это занимает так же я и выгляжу перед вами ничего не выдумываю не придумываю постоянно ношу я вот такие хвостики потому что ну меня моя работа приучила общаюсь с пациентами общаюсь с коллегами мне надо выглядеть строго солидно приятно не сверх чтобы не отпугнуть а чтобы ко мне относились серьезно но стараюсь выглядеть хорошо конечно лучше чем американские врачи которые совершенно за собой не следят но иногда бывают наоборот следят настолько что иногда кажется боже мой а где же время остается на то чтобы заниматься или делать хорошую работу потом допустим одежда у меня тоже вот как я в повседневной жизни на работе выгляжу так же и выгляжу перед вами допустим руки я не могу себе позволить делать какой-то яркий маникюр потому что ну никто так не делает и меня моя медицинская специальность приучила к тому что я не могу нанести алый маникюр хотя мне это так нравится мне это очень нравится мне нравятся красивые ногти но из-за того что я не могу себе этого позволить потому что ну не каждый пациент захочет чтобы его трогал человек с алым каким-то маникюром с длинными ногтями или вообще с ногтями я знаю что пациенты этого не любят соответственно я себя это вот начиная с медицинской школы приучила и сейчас в принципе вот какой-то такой прозрачный маникюр и достаточно но естественно мне нравится когда руки выглядят хорошо то есть я за своими руками слежу сама мне нравится сама эта процедура когда я то есть руки в принципе важны и в моей работе ну и в съемках вышивки очень приятно смотреть на красивые руки ухоженные это реально классно яркий маникюр супер но я не могу себе это позволить соответственно вот у меня так все очень просто потом я очень много ношу перчаток и соответственно маникюр который бы без перчаток длился бы неделю у меня слазит за два дня но я поэтому подбираю какие-то вот такие прозрачные совершенно лаки которые можно каждый день каждые 2-3 дня наносить сверху и все равно наношу я их какую-то одну минутку и опять маникюр хорошо выглядит аккуратно скромно но лично мне приятно в общем рассказала все обо всем но это как раз такое раскрытие своих секретов о своем блогерстве то есть секретов у меня уже вообще никаких от вас нету мне кажется и мы чуть-чуть получше друг друга узнали то есть вы теперь меня знаете прям очень близко вы знаете как у меня здесь все это происходит когда я снимаю видео то есть происходит это очень уютно именно поэтому мне так комфортно с вами общаться потому что я нахожусь в комфортной уютной обстановке все все рассказала замечательный тег мне очень понравился у Настюши и особенно он был таким отличным завершением моего способа как бы вам рассказать о том как проходят мои съемки давно хотела это сделать очень нравится смотреть когда или слушать как люди сами снимают свои видео или как они хотят что-то улучшить усовершенствовать это очень интересно поэтому другие блогеры пожалуйста делитесь даже если вам кажется что рассказать нечего и кому это будет интересно это будет интересно такая информация найдет своего зрителя я буду в первых рядах потому что мне реально интересно послушать как это у других происходит это такое вот открытие секретов или когда отворяются перед тобой двери в какую-то более реальную жизнь которая окружает твоего любимого блогера вот ну и завершить все эти съемки хочется вот каким моментом у меня иногда бывают такие вставки звуковые я не как обычные блогеры эти ставки качаю с ютюба с бесплатных каких-то с бесплатных добавлений которые ютюб доставляет то есть музыка если у меня добавляется музыка в моем видео то вот как это делается если вы замечали то это всего одна и та же музыка у меня есть мое любимое фортепиано я в детстве занималась музыкой сейчас я не занимаюсь ей но вот такую ностальгию я решила себе купить иногда сажусь иногда что-то играю у меня конечно такой план есть что вернуться опять к игре на фортепиано и вспомнить все свои навыки играть с нот я могу а вот что-то по памяти я конечно уже все забыла потому что это надо каждый день практиковаться так как я это не делаю фортепиано для меня как подставка для моего планирования на каждый день это либо для моей учебы ну лично это для моей учебы и еще именно так я и снимаю добавляю музыкальные заставки включаю свое фортепиано и у меня есть такая демо версия и моя любимая третья мелодия все в общем скружила я вам голову добавила эту заставку музыкальную всех повеселила сама повеселилась но это так музыкальную заставку я делаю именно такую редко потому что как оказалось когда я вставляю эту музыку то есть какая-то видеоигра которая запатентовала именно эту мелодию и то есть они хотят получать с этого прибыль я вообще не знаю как это работает поэтому у меня эти музыкальные заставки вот буквально несколько секунд чтобы и приятно было и как-то оживить обстановку но вот всю мелодию я эту не вставляю а так сама иногда слушаю эти демо версии вот так что опять не как у всех все продвинутые умеют делать это более правильно и красиво а я как такой креативный человек ищу всякие разные способы все вот такая вот получилась болталка все рассказала показала надеюсь вам приятно было со мной поближе познакомиться и теперь вы все все обо мне знаете и о ведении моего канала все всем спасибо за внимание пока пока